здравствуйте ребята тема сегодняшнего урока роспись яиц прошлом году мы с вами обращались к этой теме рисовали пасхальное яйцо пользуясь знаками символами для составления узоров сегодня мы выполним рисунок для пасхального яйца необычным способом мы будем пользоваться буквами алфавита буквы можно брать алфавита люб любого государства и русские украинские и английские мы познакомимся с древнеукраинским алфавитом для этого возьмем два листа бумаги на бумаги запишем буквы на другом нарисуем яйцо и составим узор посмотрите на этот лист бумаги на котором написаны буквы украинского алфавита внимательно рассмотрите их и перенесите на свой лист бумаги первая буква это буква а посмотрите она очень отличается от нашей буквы в то же время напоминает ее буква бы напоминает рога барана буква в напоминает волны г напоминает капельку воды д напоминает перевернутую напоминает парусную лодку буква е напоминает букву ша и буква э напоминает треугольник некоторые буквы похожи на современный украинский алфавит буква и буква и буква ж буква з и е е и краткая о л буква к м н п р с т у напоминает английскую букву букву буква ф х х ц напоминает виллы буква ч напоминает чашку ша джи ю ц я и джи после того как вы перепишите составите себе такую табличку положите лист перед собою возьмете следующий лист бумаги нарисуйте на нем пасхальное яйцо простым карандашом возьмете свое собственное имя и напишите его на родном языке например я беру слово мама рядом вы эти буквы изменяете на древний украинский алфавит буква м у нас остается буква а меняет форму вторая буква м и 2 буква а трудно здесь изменились две буквы а которые совсем не напоминают теперешнюю букву а теперь мы пользуемся с вами только схемой креста можем нарисовать добавить еще две линии по желанию выполнить снежинку и как бы выполняла это слово я мы должны нарисовать и написать эти буквы повторяя столько раз чтоб они образовали у нас какой-нибудь красивый узор орнамент например я повторю букву м четыре раза хотя на самом деле у нас всего лишь две буквы м м я продлю эти линии и изображу м зеркальном отображении затем я пересеку горизонтальными двумя линиями и напишу букву м еще два раза у нас получился такой крест букву а я добавлю например по краям тоже четыре раза я могу добавить внутри букву м по диагонали таким образом зором не будет иметь более сложную форму затем возьмете фломастеры или карандаши полые буквы пустые закрасить и внутри одну и ту же букву одним и тем же цветом например буква а у вас будет красного цвета буква м например зеленая внутри буква м желтая ведете черной ручкой и по возможности можно добавить белый корректор и у вас получится вот такой вот красивая форма яйца посмотрите как свои имена написали другие ребята значит вот так вот написала девочка имя оля составила такой красивый узор такую красивую схему вот так вот выглядит узор не на здесь рядом витя игорь павел ирина и давайте рассмотрим работы детские работы конечный результат после окончания выполнения работы цветом яйцо вы вырежете подберете фон и наклеить на него яйцо посмотрите как красиво какой красивый узор получился вот в этом яйцо мы здесь видим какие буквы мы видим букву л видим букву г видим букву n сколько раз она повторяется раз два три 4 5 6 7 8 раз букву а букву я видим здесь вот такое яйцо здесь вот так вот вы вы на работа как видите здесь добавлены в этом рисунке знаки символы вот женский образ и вижу в то же время присутствуют здесь буквы здесь тоже и буквы и знаки символы такие красивые работы все зависит от вашей фантазии мы мы вы можете свое имя взять и написать многократно и каждый раз получить разный узор желаю успеха до свидания до встречи